Эксперт Краевой общественной палаты Алексей Стрельников проверил Читинские дороги и обнаружил 12 участков с явными недостатками. Где-то давно стерлась пешеходная зебра, а где-то и вовсе проезжая часть покрылась толстой коркой льда. Риск заноса машин с последующим ДТП возрастает в несколько раз. Ситуацию он называет не иначе, как дорожным беспределом. На проезжей части визуально находится гололед. В моем понимании здесь что-то вылилось, какого-то колодца ближайшего и так далее. Но в любом случае по действующему законодательству, ГОСТам, СНИПам и так далее, как такого гололеда на проезжей части не должно быть в принципе. Как показывает практика, посыпка малоэффективна, скажем так, для подобных ситуаций. Безусловно, песок может быть как-то и помогает, но он буквально за какие-то часы растаскивается колесами. По мнению Стрельникова, дорожные службы должны применять другие методы борьбы. Например, скалывание льда с помощью спецтехники. При протяженности городских улиц более 645 километров имеется для обслуживания 26 единиц специализированной техники. По нормативу необходимо 112 единиц. Поэтому окончание работ по снегоочистке и обработке противогололедными материалами на всех улицах города в течение первых суток не представляется возможным. После выпадения осадков данные работы ведутся в круглосуточном режиме. В настоящее время улично-дорожная сеть находится в удовлетворительном состоянии. Алексей Стрельников направил обращение в прокуратуру Забайкальского края. Оттуда документ перенаправили в Краевое ГИБДД, но официального ответа он пока не получил. Всего в зимний период 2017-2018 годов на территории города Читы было зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, при которых были выявлены недостатки зимнего содержания. В данных дорожно-транспортных происшествиях один человек погиб, 36 получили ранения. Сотрудниками ГИБДД в рамках надзорных полномочий было выдано 120 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания и ликвидации зимней скользкости. На первое полугодие 2018-го на содержание уличной дорожной сети города заложено 17,5 миллионов рублей. Средства, предусмотренные контрактом по статье «Зимнее содержание», освоены в полном объеме, заверили в Читинской администрации. Тем временем, каждую минуту с риском для здоровья по опасным участкам дорог продолжают проезжать десятки автомобилей.